Всем привет, вы слышите Лёшу Халецкого, и это продолжение моего ФФА-сериала на восьмерых, в котором я играю за Англию в Сигмерс Цивилизейшн 6. Если вы не видели первую серию, то рекомендую перейти именно к ней, всё-таки интереснее смотреть сериал с самого начала. Ну а всем остальным приятного просмотра. А что там вы так комментируете? Валерия прибежала. Я забираю бразильца, это плохо, если меня забирают перцы. Да я и несколько раз говорил, что его забирают, и что? И всё, и все молчали. Ну а с другой стороны, Арчи, а кто тебе поможет? Да я-то из-за не жалуюсь, ладно. Я понял, что там кавалерия пробежала по его рыцарям, так же, как Арчи вначале напал на меня. Если ты не заметил, то моя армия была возле Сальвадора-Добая. И города немножко в другом месте. Но всё равно ты отходил, воевал. Развитие событий, когда захватывал соседнюю губежку. На лету. Ну да, ну лес надо было не туда идти. Что-что? Надо было на тебя идти, а не лоджик. Нет. Науку видел? Я посмотрел на науку и понял, что, ну, как бы, из вариантов. Ты приходил, у меня были рыцари и армалет. Как мы бы дрались, ты бы не взял ни одного города у меня. То, что ты на Джека пошёл, это правильно. Вопрос, что у тебя науки было мало. А вот и нефть подъехала. Торгуется на нефть? Да-да. Мне надо быстрее ещё, знаете, что, открывать? Строительную инженерию, чтобы... У тебя фермы на лугах с холма, там, холмах фермы строить. Типа такого, что науке. А у меня была сотка. Ходил себе спокойненько. Ладно, добери, ребят. КГФ. Тебе спасибо за игру. Пока. Обвиню, чтобы... А, подождите, формальный повод, это не только обвинение. Сандро, отбивай меня, я жить хочу. Я обвиню Перса. Перс, ты зря вынес Грека. Я тебя обвиняю в том, что ты вармонгер. Нормально, вынес и вынес. Как бы, наоборот, молодец. Нет, я обвиняю его. Да, мне понравилась война. Я хочу дружить с тобой, Перс. Ты, Конго, лучше расскажи, что у тебя там с Китаем. Та ничего, после АПа подружились. А, то есть вот так. Ну да, бессмысленный заем был. Ну как бессмысленный, я там 130, наверное, заработаю. Ну тебе да. Сандро, ты же меня не будешь убивать. А, Сандро? Сейчас посмотрим. Я буду там двоей союзной девушки. Индустриарная революция. Мы леплили за механические вещи. Люди нужны используя... Дипломат – человек, который всегда помнит женщину. Сандро, объясняй, как ты получаешься только культурой, не имея ни одной театра. Перс. Ну, перс. Ну, караваны. Стабинцы, что ли, до 4-го постановления? Да, внутренние караваны дают культуру и золото. Соответственно, культура, вот и золото. Так, меняем. То есть ты 120 культур, получаешься просто за счет караваны. Ну, плюс у меня колизей еще, которые... Раз, два, четыре, пять, шесть. На семь городов колизей поставил. Кошерный такой колизей получил. Ну, еще бы. Да, действительно, мне города грека... Вот они в осаде, но они как бы не в осаде. Они просто производят, как мои обычные города. Блин, горгай сюда. Стравка на строительство не отправляла. Ну, классно тебе, что? Ты захватил город, ждешь. Ну, то есть можно даже не мириться с человеком. Гранаты освобождать будешь или захватить себе? Главный вопрос, что ты собираешься делать с армией теперь? Может, гранаты вообще-то, то есть сожгешь, и потом мы с тобой замерим все эти деньги давать будут. Как тебе такое приложение? Аперс. Собрало? Не знаю. Сожги гранаты, пожалуйста. А зачем я сжигать на этапе? А я тебе денег дам прям много. Куда они у тебя? Я тебе могу дать 20 монет заход. Соседство, либо плюс... Плюс еще будет больше, я тебе больше дам. Давайте глянем, если поменять бонусы от соседства на просто плюс, значит, 82 и 3. Да, больше стало. Отличненько. Так, строительная инженерия, 4 хода. Ладно, подождем здесь. Это даже на этом холме лучше. Тут будет тогда еда и производство. Опять горга? А, я уже вернул. Нет, горга реально, блин. Сандро, а может ты меня сносить все-таки не будешь? Я как бы не враг тебе. Ну, а куда ему армию девать? Что ему еще делать? Не знаю, пусть идет на подлого индуса. Ну, кстати, тоже вариант, Сандро. Вот. А я бы даже ему войну объявил бы тоже. За компанией. Индус мой лучший друг. Да, смотри, у тебя осталось, что-то. Зачем тебе бомбарды нужны? А, да, точно у вас союз. Может, что французу у нас, наверное, скоро закончится. Что-то я так смотрю, события раздевается, что я не успеваю. Как бы коментут китает, с другой стороны, не приплыл. Вообще партия какая-то унылая. Всю игру, что-то существует, что-то то не получается сюда, то не получается. Партия, на самом деле, очень неплохая. Карта отличная. Если за исключением одного, что Леша на острове, вот. Это, конечно, редко. Это я тут... Ну, я еще ни разу не играл так. Так что тоже я как бы доволен. То есть оно необычно получается. Я видел, что пангеи, вот, без мода, такие бывают. Ну, там, раз в 20, кого-то может кинуть на островок. Но это обычно видно сразу, и можно взять и сказать, чтобы переиграть. А здесь как-то вообще странно. Я просто даже не вижу, где там этот остров. Вот, я так понимаю, это справа, да? А до Бразилии где-то там? Ну, да. Ну, и с тем же успехом, можно сказать, что слева от Китая. А! А это в моде был такой список, который он делал? Ну, показывать текущий сделок с тем, да? Ты сейчас тут не могу найти. Да, это в моде. Так, а сколько стоит фабрику купить? 595. Найс. Так, тут мы будем ждать, когда откроется строительная инженерия. Текущий взгляд. ПОДПИТАЛЬЧЕСКИЙ. Продолжение следует... 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 Афон, Перс, Бразилия, Индус тут и так войска подтягивает. Сейчас тебя и заберет Индус. Давно пора было бы. Это Вару, да, он заберет тебя, да? Помоги. Я буду сильно ржать, если он тебя Вару заберет. Вару, он бросил кавалерию. Нет, максон, и жилые руки. Дорогие дарутся, 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 дарутся. Роджи, дарутся, 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 дарутся. Тяжело, она пропускает рыцарей с собой. Так, все, больше чудеса не буду ставить. Нефть, вроде не там, не жалье. Морские химни, строители. Это будет фиасло. Довольство у всех городах с двумя и более специализированными районами. Нет, хотя Вару против мечников будет нормальное сражение. Против бордейцев не очень. Да он у тебя один. Вот может бонусы от соседства гавани взять. Или плюс 4 золота всех торговых путей моих. Алло. Давайте. Да-да. Кто это? Привет, ребят. Привет. Как ты у вас играется? Какие-то левые люди заходят. Что-то мне смотрю, было 8, осталось 7. А кто вылетел? Арчи. Что, опять он будет? Он вылетел или он закончил в игру? Ну, потас кого-то выпилить, но его выпили впервые. Еще одного, это не будет, не кто там заканчивать в ближайшее время. У вас тут плюс 2, а шестерит. Я думаю, скоро игра будет сыграна. Даже так? Да у нас. Давно сидите уже, да? Но, ну, так. Томил, парень зашел, что-то разговаривает. Так. Ну, ладно. Вот я игра. Сандро Хара, вообще, как ты играешь в последнем по науке вообще прям? Я последний по науке? Да ладно. Ну да. Как-то аритеке. Пока я или не чувствую тех. Но! Донны. Перш. Ну, хоть по культуре у меня еще играешь нечего-то. Ну, хоть где-то. Ну, хоть где-то. Пальцовый сп Canada. Ну, хоть где-то. Х Los Angeles. С minorities. С от их стали вышел до их танки сразу так все надо мне армии открывать я танки выхожу убить войну имея формально микс уже не будет формальный повод это вот когда там это провокация француз да я не решил так священная кинул осудил видят ради он осудил это может сделать что она закончится вообще какие-то два нехороших человека на карте я помог помог бразильцу и все и теперь мне осуждение кидают бразилисты поддерживает вполне я просто говорю что это семи край уже шесть еще час пол 15 тебе легко можно шути готов так вулкана не заселил а заселил раньше закончу то лучше почему я не могу осудить французы потому что мы в союзе с тобой так ты в союзе с моим врагом вот это кстати аргумент я в союзе только и все понятно твой союзник войну объявил а я скина сандра это зачем ну я ему тут морские города захвачу зачем они ему что там афины афины спарта если он пойдет еще пойдет на бразильца то и бразильские города так какой там следующий мне территория какая-то из река на река были пустыни здесь сразу все не так это провал не уставитель на инженере открыто видеть эту стену я думаю что линкорами я смогу это дело что что-то просто раскладом карты никакого управляет если у него нормальная деревья найти но у меня перейдет бразильц когда быть более-менее такая чё ты кабул не снес а чем не у сносить эту вышивать гвардейцев рыцарями начал строить что-то все минус пошла дал да все печально мне ты ломок и лучниками захватить спокойно гвардейцев рыцарь Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Да, какой мне смысл с вами, дружище? Ха, еще и ученый достался нам. Ну, да, хороший учет. Продолжение следует... Вот, еще и бонус производства, будет плюс 5 производства. Надо гавань построить. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Не, он сейчас через 2-3 хода вертолета выйдет до АПК и спокойно... Нормально. Продолжение следует... 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 Космос. Поздравляю с победой. Не все проголосовали. Да, давай. Хрень. Так послужит большинство ведь. В любом случае, у нас 7, 4 плюса. И ты же сам за победу же. Нет, даже если забрать сейчас, вот, Леша заберет от него два морские города, это ничего не изменит. Он один заберет. Второй им возможно, но там уже будет сложно. Ну да, а Спар тут будет сложнее забрать, наверное, чтобы... Там же стены будут посильнее. Им же нужны будут другие юниты. Ветолеты и эпоха. Бред какой-то. Сеть только играть, чтобы потом вот так сдаться. Ну как, чем мы решили? Ну давайте, что вы хотите? Что вы... Что сидите? Решайте. Голосование или еще. Так мы проголосовали, Алексей, как там по правилам группы? Если ты проголосовал против, а не не лист этот человек, как мы... Ну вообще-то идет игра дальше. Если кто-то один не согласен с победой, кроме самого победителя, то играется дальше. Я не понимаю, почему вы даже не пытаетесь что-то сделать. Просто вот проголосовали... Я с ним в союзе на данный момент, поэтому напасть на него точно не могу. У него танка 100 мощь, понимаешь? А ты почему? Это корпус, это армия. Почему мы это сделаем? Но он не может воевать сразу со всеми и сразу всех захватывать. У него соседи... У него 4 соседа, если не 5. Не 4, а 2. Ну а чем воевать кавалерией против... Вот, Леш, на, посмотри, что у меня тут. Даже если сейчас мы все заключим между собой союз, будем активно помогать друг другу. Это... мы не догоним его. Элементарно подумки, чтобы он не улетел в космос. Антона на реву он уже положил. Хотя я даже не знаю, когда он объявил ему войну. Да он чей-то союзник. И Леш, у него союзники есть. Так, а где у меня там линкоры? У вас вообще нефть есть? Начнем с этого. Или нету? Мне до танков до хрена топать. Ты труп, значит. Мне просто... я на бразильца не поехал, потому что на бразилец... Мне проще забрать более сильного соперника, чем в бразильце. У меня есть одна нефть. Одна. О! Ну, с тобой можем воевать. Да нет, но у меня же нет корпусов. Даже я по культуре как-то отстал. Да что ли это так духу, чтобы получилось? Не из чего сложилось, ведь... Я в армиях. А у тебя где нефть? В Гуанчжоу, что ли, которая? Да. На единстве. В море, да, я вижу ее. А для того, чтобы ее обработать, тоже еще временно. Не прошу, я тебе кинул в Альянс, посмотри. Вообще, для меня загадку, конечно, нет. Перс, как ты вообще так смог? И по культуре с аналогами. Камерис, ты ты на южность. Человек, загадка. Да нет, смотрите, это... Совсем даже не персал с аналогами. Попади еще карточку или не поставь? Без единого театрального центра. Больше культур, чем у меня. Персы сильные. Смотри. У меня 18 караванов. Караван дает 2 золота, 1 культуру. Колизей. И элементарно даже ты строишь в каждом городе уже по монументу, уже ты получаешь... Вот посчитай, сколько у меня городов. Ну, плюс карточка за районы. Я могу... У меня вот есть расшифровка там вверху. Сколько, откуда я получаю. У меня в среднем с города я по 10 культур наберу. Я так же... Мы все определились, закончили. Нет, я буду играть. А, ну, если можно, я выхожу, Саша, позвольте. Ну, давайте как-то решим. Потому что я с компьютерами не буду играть. Это какая-то откровенная хрень. Это прям... То есть вы даже не пробуете. Вы просто не пробуете, и все. Примей. А я же посмотри, что тут будет. Ты скажи. А вот давай закройте вот союз, и ты вот скажешь. Закройте со всеми нами союз. Я как бы не против играть. Время есть позволяет. Не вопрос. Просто скажите, как побеждать. Люди, может быть, попробуют. А ты видишь эту ситуацию теперь, да? Что ситуацию? Вы вокруг... Вы все вокруг перса находитесь. Напасть на несколько его городов со всех сторон. Я армия вертолетов. Ну так вы сидите и ждете, пока они вертолеты. Пока он апнет вертолеты. В смысле, они уже у него ездят? Тем более. Давайте еще подождем, когда в уран выйдет. Я вам говорю о том, что вы даже не пытаетесь что-то сделать. Даже не пробуете. Левее питайся. Да я пытаюсь как раз. Вы пока просуждайте, я отойду на секунду. Посидеть, блин. Пять часов построить домик и признать человека другого вообще победителем. Класс игра. Я понимаю бразилец. Я еще понимаю бразильца с его ситуацией, но все остальные... Ребят, извините, мне сейчас надо выйти на 2 минуты паузу. Пару минут. Ну вот. У нас есть сейчас обозрение. Каким образом мы его будем втопить? Вот, например, я что, у меня есть кавалерия. Но кавалерия против армии танков и армии вертолетов, она ничего не сделает. Один на один, естественно, не сделает. Но у него огромный фронт на всей протяжении вот... На всем протяжении... Ну как это... На всем протяжении его границы. То есть сверху китаец мог бы попробовать зайти. Я понимаю, что у Конго тут большие проблемы могут быть. Уже именно Конго как бы больше всех граничит. И я вижу, что перс стоит. Ну, француз снизу, индус снизу мог бы ударить. К бразильцу вопросов нету просто потому, что он, ну... Его грек затормозил и прочее. Ну, опять же, все равно атаковать. Я с моря могу атаковать. Грабить ему клетки в тех городах, в которых не выходят. Нет, ну смотри, он никого не сделает, так же, как и я. Потому что у него все очень хреново. Он по науке там же, где я сейчас. До кого вы атаковать собрались? Сейчас я буду атаковать. Почему говорить? Как вы не атаковать? Нет, конечно, надо договориться, что он победил, и пойти спокойно. Потому что вот так делается. Это так делается, потому что люди даже не пытаются что-то играть, понимаешь? Ты сидят, сидят, развиваются. У тебя нету еще... Ты еще не проиграл, понимаешь? Ты вообще на первом месте по науке. Смотри, у него 350 науке. 350. Да, 350, потому что у него много городов. Надо захватывать города, чтобы его меньше было науке. Он не может все города сохранить. Там 91 защита. Вот 93 защиты средние. У него в городах 95. Чем это пробивать-то, скажи? Портой. Не знаю, я пробиваю этими фрегатами. Ты фрегатами пробивал до того, как он вышел с вертолета. Ну и что, сейчас я не буду пробивать фрегатами? Да, ты вот этот город, Спарту, ты его не пробьешь вообще. Окей, выйду в линкоры. Вот фрегат, вот фрегат и линкоры, они тебе не помогут. Те уже нужны дальше подводки. Почему мне линкоры не поедут? Следующие после фрегатов? Ну, потому что он уже в вертолетах. Ты сносил город, когда, вместе с линкорами, когда еще у него были танки. Сейчас у него вертолеты. То есть это плюс 20 дефа уже прибавилось. Ты сносил город 70 защит. Сейчас у этого города 95 защиты. Сейчас твои линкоры уже не помогут. Нужно следующий подводки. Помогут мне линкоры. Они станут армией, а то они были одиночными, даже не корпусами. Армии линкоров. Нормально будет. Давай вот так, за сколько ходов тогда, если так уверен, ты сможешь идти из Парту? Я говорю, что вы даже не пробуете. А ты мне пытаешься сказать, давай вот ты что-то сделай. Я как раз что-то делаю. Вы не хотите играть. Выходите, идите занимай. Но я вам просто говорю, что это просто, ну, тупо вот так делать. Спасибо. Не обижайтесь. А какие обижения? Конфликты. Лизин, ты просто не понимаешь. Ну, если, как бы, это, я не хочу ничего говорить. Я понимаю одно, что надо пробовать и играть. Когда ты вот, тебя точно вынят, а дай какие-то вопросы. А когда вы играете, ничего не делая, это не игра. Это не проба. Это, ну, это, ну, не знаю. Это бесполезно. Ну, я сам был в такой ситуации, как Сандра сейчас, то есть, на три фронта воевал. Ну, я знаю, что сейчас будет. Зачем продолжать? Ну, спорить тоже. Ну, блин, ну, вы сами все видите. Просто, просто люди, ну, не знаю, вот, да, вот бразилец воевал, да. А эти все, все посидели, поразвивались, ничего не делая. Никто не воевал вообще ничего. И сейчас, да, давайте Персу отдадим победу, когда он захватил грека. А что на Персу никто не нападал, когда он с греком воевал? Тоже ничего не надо было? Или на что он надеялся? Я не нападал, потому что Камикадзе грозился напасть мне кавалерии. Француз с индусом. Я повторяю еще раз, у меня с ним союз был на тот момент, когда он воевал с греком. Союз был, даже не считая союза, не он вся. Так, я тут. Ну, что ты победил, поздравляю. Все, согласовали. Не, я буду с ним дальше играть, не знаю, как хотите. Да решите тогда, чтобы компов у меня рядом не было, это будет неинтересно. Я не буду с компами как бы играть. Отжимай, пожалуйста, поехали. Окей. Вот, я на тебя нападаю. Красавчик. Камикадзе уже вышел, отлично. Он ничего не сделал. Окей, вот именно, что он ничего не сделал. Ну, а что можно сделать? Вот давайте трезво как бы, что может сейчас кто-то сделать? Современными танками, если я сейчас поеду на вас. Кто-то что-то сможет сделать с вертолетами? Просто если кто-то думает, что это бравада, это нет. Я подожду, вы нападайте на меня. Красавчик. Меня на следующем ходу ап. Буду строить сейчас юниты. Так, этих, наверное, лечить. Я поясню все-таки для моих любимых зрителей, меня очень сильно, вот, это уже не первый раз в партиях, в шестой циве, вот так люди начинают задаваться. То есть, вы помните, там, где я играл, например, за Японию. Понимал, у кого-то есть нефть. Примерно так же. Ну, я еще, знаете, тогда решил, ну, предположим. Но здесь... Иначе поедут воевать. Тут сидят 8 человек, больше 5 часов играют. У меня только морская, я еще не вышел. Надо лабораторию везде строить. Блин, довольство минус. Даже хотел зрелище, пускай посмотрит. Что? Зрелище я хотел. Я хочу, чтобы игроки искали разные пути решения проблемы. Чтобы партия была интересной не только, когда у тебя развитие не получилось какое-то. Блин, понятно, если бы там один на одиннадцатого. И там двое человек, он вперед вырвался. Но тут партия на восьмерых. Один просто тупо вышел, да? Ушел. Вот Арчи вынесли, я понимаю. Даже бразильца вынесли. Он все равно говорит, оставь мне пару городов. Я хочу попробовать... Вот я понимаю, воля к тому, чтобы изучать игру. А почему мне минус 3 стало по счастью? Это из-за войны, что ли? Я же вроде ничего не терял. Усталость из-за войны минус 4. Я уже молчу о том, что у него усталость из-за войны будет. У него будет минус по счастью. Что? Усталость из-за войны у него будет. У него минус по счастью. Где-то минус в процентах ко всему. Усталость от войны, если я буду терять юниты, правильно? Да. Не знаю. Я не одного юнита не потерял, у меня минус 4 написано. Ты сжег город. При сжигании города ты получаешь большой-большой штраф. Да, это так. Это так. Пошки даже под генералом не смогли противостоять там. ОПРА ОПРА Это когда человек будет в задней стене, и вместо смерти, он пеет. ну что только конга будет воевать понимая действует до сих пор правильно понимаешь это вообще самая маленькая часть да перс впереди по науке да у него отлично сейчас все с экономикой но любая никакая экономика не могла бы справиться с пятью сразу людьми которые со всех сторон нападают причем не с одной стороны а вокруг они находятся перси как узнавать возможности игры если ты не пробуешь в разных ситуациях в разных проблемных ситуациях что-то делать или помешана вот это не очень работает прочее то есть как бы он не строил сейчас армию какая бы она не была современная все равно мясо всех со всех сторон они даже могут не захватывать когда они могут там грабить ему территорию ну понимаете дело в том что они вот эти люди уже проиграли то есть я их тупо сейчас заставляю посидеть и играть и по-хорошему вот у них просто нету желания да я все свои ватали даже плохо бы не смог к снести танков ну конечно разница посмотри какая по нену легче ты не верил что ты понимал 17 очков разницы это полуторный урон я бьюти я не сомневался в этом будет 30 очков это будут ваншотные войска я не сомневался в том что у него сильнее войска я говорю о том что если все вместе будут нападать у нас же еще у индуса союз этот китаец просто вышел это бесполезно просто вообще за два года меня захватит и все это же выйдет у китайцы даже корпусов не было чему воевать не говоря уже продвинутых войска тоже нет корпусов нет корпусов можно бегать старыми юнитами грабить территорию с кем там тут они вот в данной ситуации уже просто не хотят играть не получилось развитие у другого получилось какое счастье даже ну это по-моему вот я типа через три хода у меня есть армия но у меня нет нефти это бы издевательство над логикой вообще стратегии пошаговая пошаговая и фуфа в принципе кто не сможет дать нефть разделить не может потому что мне морская я убил его одного разведчика я буду мстить по ленту в корпусах тоже как так поставил лондон интересно на реке не на побережье да вот так я забыл я поиграл блин в пятую целую забыл как играть шестую а то есть почти больше части начала игры сидел два человека нет почему больше дается в 4 было нормально но ты знаешь вот это оказалось не самым сложным при игре на острове в данном случае на там была куча еды я поставил пастбище и ну пастбище они медали по 0 5 жилья все-таки и как бы а так как я постоянно строил столицы поселенцев то на 4 жителей нормально было а вот тут и акведук подоспел не пока да два хода армии сломлено на 3 по ходу ты сейчас будешь осаждать а василь до уже осады прошло да но эти кто я нет смысла вести на самом деле когда там убивается надо апать в линкоры и атаковать вот там где бразилец предложение конга предложение и бразилийце предложение а поможет нам is a military animal глуп а м а и а и а и и и Продолжение следует... 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 франция как тебя успехи войны франция забудь там мясо или там ваншотное мясо ваншот Продолжение следует... 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 Два танка и вертолеты, и вот я всей своей армии ничего не могу сделать. Хотя какая тут армия. А, еще я забыл сказать, Джоэл, откуда культура? У меня пантеон на банана, туру с бананов, шелков, вот этого вот всего трэш. Маэш. Кубали на пищуру. Ну, то есть клетки у меня дают еще культуру, то есть вот шелк мне дает плюс две культуры аж. Так, сейчас будет повеселее. В любом случае 6 против 15 городов это не очищен. Не-не, я в фашизме. Видишь, что даже город не пробиваешь даже. Ну да, фрегатами уже нет. Да и линкорами тоже что-то не очень. А где ты линкоры видишь? Ну это одиночные линкоры, две штуки. А других-то у тебя нету. Ну будут. И при том, что я затрачился на культуру, ты все равно смог меня переедить по всей культуре. Я лучше тут куплю библиотеку и университет. Блин, 18 годов лаборатория. Ну вот и все, все спасибо. Пока. Спасибо. Спасибо. Пока. Рэдди, вертолеты к тебе летят. Почему к нему-то? Ну он первый ближе. Пацаны встретят вертолеты мощным бивнем по вертушке, я не знаю, почему-нибудь. Друзья, я сразу говорил, что для 7 буду играть. Да все нормально. Время уже без 20, может вы меня отпустили, все равно я тебе ничего не делаю, шапками там, танками. Ну это точно. Ну исход уже час назад был ясный. Ну не отпустили, он и сам Сандер сказал, что не хочет, чтобы... Нет, я играю просто с... Да, я не хочу играть с компьютерами. Для этого собирается партия онлайн, чтобы играть с компьютерами, потому что каждый выходит, когда хочет. Сидите вы уже... Все, уходите. Я понял, что... Нормально все. Сандро, с победой тебе. Спасибо. Это трындец, это как вот можно с людьми вот так играть? Я понимаю, если бы хоть что-то попытались делать какое-то в течение игры что-то, при том, что Конго, например, ну... Я понимаю, почему бразильцы сейчас захватили. Конго тут пока еще отбивается. Да, тут все это сильно... Ну... Вот все, не получилось. Посидели домик и построили, разошлись. Ну это просто... Я считаю, что это издевательство над... Над Цивой. Ты даже не пробуешь ничего сделать. Это все равно, что я вот появился бы на острове и такой... Ну, все, ребята, ГГ, у меня ничего не получается. Я считаю, что это как неспортивное поведение... Ну, даже не неспортивное поведение, а... Ну, неуважение к игре самой. Вот так вот сдаваться. Просто неприятно. Давайте посмотрим за перса, что там у него вообще. Ну, 300 науки, 180 культуры. Это много, но это не... Это не прям... Доминация, да? Ну, фашизм, он скоро выходит. Тем более, что и Конго, кстати, там где-то находится. В том же, в том же месте, примерно. Да, видите, он полностью пошел по нижней ветке. Не лаборатории, ничего. Только верка по... То есть, развитие не искаживает, что прям у него будет все хорошо, если он не сможет быстро всех захватывать вокруг. А вопрос был только в координации действий между людьми, которые... Потому что они уже не хотели играть. Вот для них все. Типа, они не хотят пробовать ничего другого. Они не могут между собой договориться. Им надо им все. Типа, у меня плохо в этой игре. Мне неинтересно дальше даже пробовать. То есть, у нормальных игроков, которых я видел, вот, с которыми интересно играть, они даже в проигрышной ситуации находят себе какое-то другое развлечение и играют дальше. Ну, смотрите, ну, у него не так много армии-то, по-хорошему, вот сейчас. Ну, посмотрите, это... Это вполне продавливается, вполне. Тут забегаешь им внутрь, ему грабишь все эти караваны. Мясом своим. То есть, устроится мясо у всех игроков, которые вокруг него находятся. Что, вот тут... Фига себе, Франция персом войну объявила внезапно. А, это прошлое сообщение. Да, у него сильнее. Но он не может во все стороны-то играть. Ну, блин, ну... Арчи отлично сыграл. Бразилец, хоть он там меня постоянно упрашивал закончить, но он тоже боролся, играл. У него было и развитие, и война. И проиграл он, как бы... То есть, он вышел вполне по делу у него. Он... Все, что ты смог, он сделал. Китаец просто взял, вышел. Отлично. Получается игра, играю, не получается. Это вот из разряда того, что сидят несколько... Тут играет 8 человек. 8 человек. Остальные просто уже сдались при этом морально. Они уже не пытались что-то делать, там договариваются. Они весь свой запал пустили на меня, чтобы меня уговорить быстрее из игры выйти. Типа, признай поражение, победу Сандро. Сандро, без вопросов, молодец. Победа, отлично. Тут именно вопрос к людям, которые в этой партии сидели дальше. То есть, они морально проиграли сами у себя в голове, даже не пытаясь ничего сделать. И все 4 часа занимаясь строительством домиков, так называемым. Это просто очень сильно разочаровывает. Я не знаю, как вас, моих зрителей. У меня, как игрока в партии... И это не первый раз просто происходит уже такое. Еще раз повторю, понимаю, когда там 2-3 человека остаются, там более понятно. Но тут в партии 7-6 человек. И один всего лишь вырвался вперед. Один из них. Ну, в общем, спасибо, что доставили до конца. Играйте в умные игры с сверниками, которые будут биться до конца. Всем пока.